МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите те еще новости на Медиаинфорум. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дерибасовскую вновь накрыла зеленая волна. Тысячи книг привезли издатели, типографии, творческие объединения и авторы на традиционный книжный фестиваль в Одессу. В этом году он будет резко отличаться от всех предыдущих. Чем именно? Смотрите в сюжете с открытия зеленой волны. На Дерибасовской аншлаг собрались не только одесситые гости города, но и именитые писатели. Все пришли на книжный фестиваль «Зеленая волна». Приятные слова, оркестр и, конечно же, зеленая ленточка. Традиционно на открытие приехал всеми любимый Михаил Жванецкий. Солнце собирает людей в Одессе. А люди в Одессе собирают одного. Из многих уехавших и оставшихся одного, который олицетворяет город, в котором людей собирает солнце. Из всех одного нам собрать нужно бабеля, чтобы нас простили те, кого мы потеряли. В нашем городе ежегодная ярмарка проходит уже в 21 раз. Но в этом году она особенная. Организаторы решили изменить формат и превратили обычную ярмарку в настоящий книжный фестиваль. Здесь можно будет найти книги на любой вкус. Это и художественный, и научный, и технический, и многие другие. Особое внимание уделили детской литературе. Кроме этого, всех гостей фестиваля ждут встречи с известными поэтами и писателями, презентация книг, выставки, хендмейт-изделия. В этом году фестиваль имеет новый формат. В этом году фестиваль расширяет свои пространственные рамки, смысловые рамки. В этом году мы добавили несколько локаций к программе фестиваля и разбили его на три составляющих. Кроме уже известных издательских домов, среди участников можно найти и начинающие проекты. Один из них – журнальная лавка. Это не только яркое путешествие по событиям Одессы, но и возможность познакомиться с современными городскими изданиями. На Дерибасовской мы видим современные одесские журналы. Их примерно дюжина. Как мы говорим, на тысяче и одной странице одесских журналов рассказывается о людях, событиях, судьбах, истории города. На фестивале целый океан книг. Здесь каждый найдет что-то по душе. Некоторые гости приходят сюда за литературой для себя, кто-то для детей. Но их объединяет одно – любовь к качественному тексту. Здесь всегда было очень много хороших книг по разным отраслям. Меня, прежде всего, интересует история, философия. Здесь много такой литературы. Пришли детям что-то выбрать, чтобы они что-то почитали. В надежде, что они хоть что-то почитают. Если вы также хотите прикоснуться к прекрасному, то у вас есть такая возможность до 6 августа. Поверьте, вы не пожалеете. Коммунальные тарифы растут каждый день. В правительстве тоже над этим задумались и решили немного облегчить жизнь простым украинцам. Как результат, новый закон, который уже вступил в силу. Вот только эксперты сомневаются, что это поможет. 2 августа вступил в силу закон об энергоэффективности, а именно о коммерческом учете тепла и воды. Согласно ему, в течение года должны быть установлены общедомовые теплощетчики, а на установку приборов учета воды предусмотрен срок 2 года. Таким образом, по мнению правительства, каждый украинец может сэкономить на коммунальных платежах, поскольку оплачивать будут только за то, что потребили. Вот только эксперты относятся к этому закону довольно скептически. Государство страхует свои предприятия от недоплат, но это все равно большой удар по людям. Вот в данной ситуации того, что происходит у нас в стране, было бы грамотнее подумать о людях, а не о тех предприятиях. Принимая какие-то такие изменения, в первую очередь думают о монополистах или о коммунальных предприятиях, почему-то не задумываясь о простых людях, которые пострадают и которым, в первую очередь, по которым это бьет. Если в плане расчетов тарифов на тепло все останется прежним, оплата будет идти за метр кубический, то с водой все немного изменится. Те, у кого установлены индивидуальные счетчики, будут платить по ним, а остальные должны будут оплачивать по остаточному принципу из того, что накрутил общедомовой счетчик. Правда, и здесь есть свои подводные камни. Как происходит в цивилизованных странах? На квартире стоит индивидуальный счетчик, вы сколько потратили, столько заплатили. Почему вы должны платить за кого-то? Если идет где-то потеря, пожалуйста, эта служба должна найти, где она происходит, и устранить. Подать суд на нарушителя, кто это сделал, из-за чего это происходит. А у нас почему-то мы искать никого не будем, наказывать, по чьей вине это происходит, никого не будем. Давайте просто на тех людей, которые честно платят, давайте на них повесим. А почему нет? Они столько платили, будут и больше платить. Субсидии должны будут помочь тем, кто не в состоянии потянуть бремя коммуналки. Но и здесь есть множество вопросов. Конечно, сейчас говорят о том, что и на коммунальные платежи будут выделяться субсидии, и не исключено, что там и на воду, и еще на что-то. Но зная структурные подразделения нашего города, будь то же КС, это каменный век. Как это там все будет обрабатываться, для меня загадка. В любом случае, закон уже принят. Вот только механизмы его действия еще не до конца понятны. Хотя, еще есть время, чтобы разобраться. Безопасность одесситов и отдыхающих превыше всего. Так решили в Одесской мэрии и начали проверку заведений на побережье. Ведь как-то довольно часто в последнее время они горят. Первые результаты оказались неутешительными. Рейд пожарной инспекции по заведениям решили начать с 16-й станции Большого фонтана. Не успев войти в первый же ресторан, сложилось впечатление, что проверку здесь ждали. Ну и, конечно же, готовились. Причем очень тщательно. При входе красуется свежеокрашенный пожарный щит, новые огнетушители и только что насыпанный песок. Я попрошу вас, у нас присутствуют здесь представители Главного управления Досканаловской Украины в Одесской области, это пожарные, которые должны проверить вашу пожаробезопасность. Если все нормально, скажем спасибо. Если какие-то будут вопросы, пожарные вам выдадут предписания для устранения этих недостатков. Помещение заведения с точки зрения пожаробезопасности довольно неоднозначно. Вагонка на потолке, пенопластовые сооружения и деревянные летние конструкции. Кроме этого, во многих залах в качестве декора висят тканевые колпаки, которые могут с легкостью загореться. Но все это инспекторов не смутило, и они остались увиденным довольны. За результатами переверки выявлено не суттєвые порушения, а такие же, как нужно доукомплектировать огнегасниками, то есть первыми засобами пожарного гасения. То есть, они есть в наявности, они новые, соответствуют нормам, но их недостаточная кількость, чтобы вы понимали. И так же нужно провести, как вы видите, есть деревянные конструкции, это летние площадки, даховые примещения, нужно провести огнезахисную обработку. А так в целом поэтому відповідає нормам заклад. А вот в следующем заведении проверяющих совсем не ждали. Даже руководство с утра не оказалось на рабочем месте. Сами работники заведения от комментариев отказались, да и пускать комиссию не стали. Мол, через какое-то время приедет управляющая, все вопросы к ней. Администратор будет только в 10 часов, руководства никого нет, здесь только находятся рабочие. Однако её дождаться так и не удалось. Проверяющим пришлось уйти ни с чем. Продвигаясь вдоль по набережной, взору инспекторов предстали мафы. Нарушения были видны невооруженным глазом. Вот только, как оказалось, проводить осмотр комиссия не имеет права. Строение здесь, оно расстраивается дальше. Документов якобы у них нет. Мы проверить наличие не имеем права. У них нет огнетушителей здесь. Я понимаю, объект будивнества, пока он не сдастся, контролирует ГАСК. Пожарная инспекция его не контролирует. Представитель ГАСКа подтвердила, строительство, которое ведется здесь, уже давно признали незаконным. И даже предприняли меры. Однако владельцы, видимо, этот факт попросту проигнорировали. А о пожарной безопасности здесь и вовсе не слышали. Разрешительных документов нет. В конце мая вынесены штрафные санкции. Ну и в общем, у них должно быть все равно какие-то индивидуальные, минимальные средства защиты. Да, средства защиты. Они говорят, у них вода, у них море. Не дай бог, что-то случится. Но закон есть закон. Пожарная инспекция не имеет права в таких случаях выносить предписание, а только сделать устное предупреждение. А вот со следующим заведением и вовсе вышла курьезная ситуация. По деревянным навесам торговец без любых средств пожарной безопасности жарил шашлыки. Когда же ему стали говорить, что так нельзя, и это противоречит любым нормам, мужчина ответил, мангал только что достали. Маленький. Ну, маленький, не маленький. А дерево, вы знаете, что оно сразу может не загореть, а впитать в себя температуру, а потом, как говорят, не сегодня, вам уже его нужно забрать. Несмотря на то, что рейд получился небольшим, инспекторам удалось собрать, что называется, целый урожай. Буквально в каждом заведении находилось хоть одно, но нарушение. В большинстве случаев управляющим выносили предписание с требованием их устранить до 1 сентября. В противном случае уже будут составляться протоколы плода разорвания договора, если это с коммунальной собственностью, если это просто временное сооружение точно так же с управлением торговли, и уже действовать по-другому. Потому что мы уже видим, что четыре пожара произошли, и в первую очередь мы за безопасность людей и наших одесситов. Рейды будут проводиться до 17 августа. Комиссия должна будет проверить все заведения на побережье. Уже сейчас понятно, что предписаний выдадут немало. Пока одни бары, кафе, рестораны на побережье проходят проверку на пожаробезопасность, в других проходит инструктаж, что необходимо делать в случае пожара. Чему научили? Далее. Полное кафе людей. Обычный летний день – кафе на побережье. Ну вот звучит команда у срочной эвакуации из-за пожара. Все без паники покидают помещение, в том числе и через пожарный выход. Цены и вещи собрали, и по-базону. По-базону нема. Уже на улице сотрудники ГСЧС рассказывают, как правильно обращаться с огнетушителем, на что в первую очередь стоит обратить внимание, и чего делать ни в коем случае нельзя. Не забыли и о таком важном моменте, как оказание первой медицинской помощи при ожогах и отравлении дымом. Все внимательно слушают и запоминают, ведь в любой момент эти знания могут пригодиться. В ГСЧС уверены, чем чаще будет проводиться инструктаж для персонала в местах, где отдыхают одесситы, тем лучше. Только так можно в случае чрезвычайной ситуации избежать жертв и обезопасить жизни людей. Сбросы отхода в море уже давно не новость в нашем городе. Но за последнее время они стали постоянными. Экологи бьют тревогу. Еще немного, и море превратится в резервуар для нечистот. Многочисленные новостройки, регулярно открывающиеся кафе и рестораны в прибрежной зоне довольно негативно отражаются на состоянии морской воды. Разумеется, официально при выбросе отходов соблюдаются все необходимые нормы, а по факту с каждым днем загрязнений все больше, уверяют экологи. Вдобавок ко всему дожди. Наши ливневки просто не справляются с большим количеством осадков. Как результат, постоянные аварийные сбросы неочищенных вод опять же в море. То есть сейчас море в прямом значении слова гниет, смердит на высоте 300 метров, в каком состоянии сказать точно никто не может. Потому что, например, экологическая инспекция выбирает пробу по одним показателям, и другой фокс-фотоканал должен выбирать пробу по другим показателям. Поэтому объективной ситуации в городе никто не знает. Хотя по конституции Уксферии гарантовано, что каждый имеет право на безопасное навколишнее природное средство. Уже сегодня последствия этих сбросов отчетливо видны в акватории Одесского порта. Отвратительный запах чувствуется даже на расстоянии. Оно и понятно, ведь здесь функционирует порядка 50 ливневых стоков. Если ситуацию пустить на самотек, то в ближайшем будущем начнут гнить стоки и возле наших пляжей. А это существенно ударит по туризму, ведь едва ли кто-то захочет отдыхать или купаться в море с отходами. Вы видите, как забудовалась Аркадия. Я не уверен, что там есть заключение экологических экспертиз, громадских слуханий. То, что мы видим, что, я думаю, тысячи людей напрямую ходят в море. Эколог отмечает, что все сбрасываемые в море нечистоты служат кормом для местных рыб, которых потом употребляют в пищу одесситы. А вот как такое блюдо может отразиться на вашем здоровье, никто прогнозировать не берется. Вы решение, это комплексный подход. За инициацией, мне кажется, будь какая организация, как экологическая инспекция, или как мэрия, или инфокс-водоканал должен создать рабочую группу за присутствие ЗМИ, журналистов, людей и для начала просто освятить эту проблему открытую. Экологи уверяют, что проблему нужно было начать решать еще, что называется, вчера. И промедление сегодня может привести к непоправимым результатам. Под главным управлением национальной полиции в Одесской области снова неспокойно. Активисты опять требуют справедливости. На этот раз они решили защитить друзей наших меньших собачек и кошечек. В сути вопроса разбиралась Анастасия Дементьева. Несколько десятков активистов и флаги. Одесские общественники зоозащитниками требуют от правоохранителей закрытия приюда для животных «Радуга». Скандал вокруг него не утихает уже несколько месяцев. В конце мая общественники приехали туда и увиденное повергло их в шок. Несколько десятков котят находились попросту в ужасном состоянии. Без еды, воды и в антисанитарии. Почти 54 многих малышей вывезли в ветклинику, где выяснилось, что у них целый букет инфекционных болезней. Сама владельца приюта считает себя зоозащитником. Тем не менее, волонтеры считают, что она занимается бизнесом. Ей отдают котят на староконном рынке и платят за их содержание, совершенно не заботясь об условиях. По словам волонтера Юлии Игнатенко, если животных вывозят, то их заменяют новыми. И так постоянно. Такие, как владельцы этого лжеприюта, будут только благодарны волонтерам. Как же? Они приняли этих животных за деньги, получили уже свою оплату, пришли добрые волонтеры, забрали этих животных, лечат их за энные тысячи гривен в клиниках, а на место тех, кого они отдали, поступают новые смертники. И этот процесс, этот конвейер смерти, он будет бесконечен. На акцию протеста активистов нацполиция отреагировали почти сразу. К митингующим вышел советник начальника ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк. Он же и заверил, что все, что могли сделать правоохранители, они уже сделали. Уголовное дело заведено, проведены соответствующие экспертизы. Сейчас дело передано в прокуратуру. Сейчас прокуратура будет решена подозрить особо, это не компетенция полиции. То есть, понимаете, что забороняет деятельность не полиция, а суд. Полиция собирает доказы, реагирует на правопорушения, регистрирует ведомственные действия, регистрирует и РДР. Что же касается незаконной продажи животных на староконке, то полиция проводит рейды. Активисты захотели принять в них участие. На этом и сошлись. В конце акции признание котов частью экосистемы Одессы. Свою подпись поставил в том числе и советник начальника ГУНП. Так что можно сказать, что своеобразный союз между активистами и полицейскими наконец-то подписан. На Куликовом поле сегодня утром был обнаружен труп неизвестного мужчины 30-40 лет. Личность пока не установлена, впрочем, как и причины смерти. Проводится судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент приморским отделом полиции начато уголовное производство по статье 115 части 1 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное убийство, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти данного гражданина. А также проводятся все необходимые следственные действия. Одесситы снова первые. На этот раз золото завоевал выпускник Решельевского лицея Роман Солецкий. Он был лучшим на международной олимпиаде по физике в Индонезии. Как завоевывалась победа и с чем пришлось столкнуться. Олимпиада это марафон на длинную дистанцию, тем более если ваша цель быть лучшим среди лучших. Зная это, Роман решил подойти к вопросу серьезно и начал готовиться еще в 10-м классе. Параллельно со школьной программой ему пришлось пройти курс 11-го, а также решить сотни задач международного уровня. На международный турнир не надо торопиться. Нужно попытаться попасть туда, может быть, не с первой, а со второй попытки. Для этого нужно, чтобы уже в 10-м классе ученик прошел программу 11-го класса и на всеукраинской олимпиаде написал работу за 11-й класс. Длительная подготовка не прошла даром. В прошлом году Роман участвовал в всеукраинской олимпиаде, а на международной чуть не дотянул. На серебро тоже хороший показатель. Получив бесценный опыт и подтянув знания, приехав в Индонезию, он был уверен в своих силах, так что без проблем решил как теоретические, так и практические задачи. В практическом две задачи. Первая задача это мы исследовали, как соль смешивается с водой с помощью лазера. Вторая задача практическая была тоже интересная. Если взять два магнита длинных и между ними положить маленький графитовый стержень, то он будет парить. Наукой Роман увлекся еще с детства. Сначала его манили тайны звездного неба и он заинтересовался астрономией. А позже, когда поступил в Ришельевский лицей, стал изучать физику. Подросток уверяет, благодаря преподавателю этот предмет стал любимым. Физика описывает весь мир от маленьких частиц до больших галактик. Все эти законы они очень они как искусство. Они красивые, симметричные и мне нравится их изучать и открывать для себя что-то новое. Потому что я сам очень люблю физику. Это самое честное, самое красивое, логичное и важное для практических применений наука. На достигнутом Роман останавливаться не собирается. В планах все так же изучение физики, но уже на более серьезном уровне. Написание научных работ, а также проведение дистанционных уроков. Пьяный пенсионер повздорил с дочерью и даже несколько раз ее ударил. С дебоширом приехали разговаривать полицейские. Мужчина сделал выводы из воспитательной беседы и ударил правоохранителя тяпкой по спине. Дочь, огород и тяпку пенсионер увидит снова лет эдак через 12. А у нас совсем те еще новости. Вандалы сбросили антипарковочную сферу с Абанеева моста прямо на дорогу. Хоть из-за падения с высоты она немного и разбилась, но функции свои выполняла даже после поломки. Не припарковаться, не объехать. на улице Рихтера новый дом обещают сдать в четвертом квартале этого года, а строительные работы уже почти начались. Зато деньги за квартиру готовы принимать хоть сейчас. Так дорого воздух в Одессе не продавали уже давно. Один из инспекторов ГСЧС был задержан вместе со своим помощником во время получения взятки в 10 тысяч гривен. Деньги брали за то, чтобы не проводить проверки, а государство платило за их проведение. Оказывается, если не делать свою работу, то можно получить и денег побольше, и лет в тюрьме немало. Компактные машины популярны уже давно. Владелец одной из таких оставил авто прямо на пешеходном переходе. Ну а раз оставил, значит это часть перехода. Так что не стесняйтесь, если увидите подобное, идите прямо по машине. На одном издании трансформаторы превратили в арт-объекты. Теперь их с трудом можно отличить от телефонных будок. Главное, чтобы кому-то не понадобилось очень срочно позвонить. Арбуз Арбуз один из самых популярных и вкусных летних плодов, который любят почти все. Но вот не все в курсе, что у этого лакомства есть свой праздник и сегодня именно этот день. А знаете ли вы, какие тайны хранит в себе эта ягода и как ее правильно выбирать? Нет? Тогда смотрите наш сюжет. Когда приходит август, все люди стихийно начинают скупать арбузы. Ведь о его сладости и способности утолить жажду знают все. Но первое место по поеданию этой ягоды в мире занимает Америка. Так что неудивительно, что именно там и появился праздник Всемирный день арбуза. Но вот только как выяснилось, далеко не все наши соотечественники знают обо всех полезных свойствах этого плода. Ну, мочегонное немножко. Ну, а так удовольствие люди получают от этого. Он промывает все органы, потому что он водянистый идет. Помимо того, что арбуз очищает почки, у него есть еще огромное количество других преимуществ. Причина тому – высокое содержание витамина А, В6 и С, клетчатки, аминокислот и антиоксидантов. Арбуз – это прекрасное средство для профилактики сердечных заболеваний. Его противовоспалительные свойства помогают поддерживать иммунитет, а высокое содержание витамина А поддерживают кожу и волосы в увлажненном состоянии, а также стимулируют здоровый рост коллагена и клеток и ластина. Кроме этого, арбуз богат калием и лекопеном, что, кстати говоря, очень полезно для почек. Но когда стоит вопрос о выборе хорошего и сладкого арбуза, многие люди просто-напросто не знают, как это сделать. Кто-то просит помочь продавца, кто-то учитывает только какой-то один признак, а кто-то и вовсе наугад. Прошу обычного покупца, продавца, чтобы выбрал некого. И они выбирают, они умнички. По звуку это тяжело объяснить. Это уже опыт. Как и в любом другом деле, в выборе арбузов есть свои секреты. Многие считают, что один из показателей спелости плода – высохший хвостик. К сожалению, это не так, ведь он может свидетельствовать только об одном – ягода хранится уже очень давно. Полосатый рисунок на арбузе должен быть ярким и контрастным. У хорошего плода на бочке есть бледное пятнышко. Оно говорит о том, что арбуз выращивался в нормальных условиях и соприкасался с землей. Плоский низ и большой кружочек на стороне противоположной от хвостика говорит о том, что плод будет сладким. А если арбуз созревший, то он выдаст звонкий звук. Пожалуй, возьму вот этот. Немногие знают, что арбуз можно есть полностью, ведь его корка также съедобна и богата полезными веществами. Из нее очень часто делают варенье, а семечки могут стать отличной легкой закуской, если их высушить или поджарить. Кроме этого, яркая ягода будет прекрасным украшением вашего стола, если ее правильно нарезать. Первый способ. Делим арбуз на две части, обрезаем боковушки, делаем параллельные разрезы, а затем перпендикулярные им. Получаем вот такие прямоугольники. Второй способ. Разрезаем арбуз на четыре части, отделяем ножом мякоть от кожуры и делаем горизонтальные надрезы. Итог, вот такие вот треугольники. Проверить арбуз на нитраты очень легко. Опустите кусочек мякоти в стакан с водой, если она покраснеет, значит, эту ягоду лучше не есть. А вот немного помутневшая жидкость будет свидетельствовать о том, что у вас в руках натуральный продукт. Так что приятного аппетита! Вы смотрели те еще новости на Медиаинформ. Телефон нашей редакции 737-70-16. Спасибо, что были с нами. Хороших вам новостей и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова